Попрошайка просит. У кого просит попрошайка? Того, кто может дать какое-то пожертвование. Но если кто-то не может дать никакого пожертвования, зачем просить его? Нам надо понять, кто может дать пожертвования. Кто способен дать пожертвования? Богатый человек не может дать пожертвования. Почему? Потому что он очень привязан, он привязан к своему богатству. Тот, кто не имеет сильной привязанности к богатству, вот он может дать пожертвования. На самом деле тот, кто сам просит подаяния, он может понять бедного человека, он может оценить страдания бедного. И поэтому он дает какое-то подаяние, он дает какое-то пожертвование тем, кто обращается к нему. Если вы сами страдали, да, вы имели опыт вот этих страданий, тогда, видя страдания других, вы не сможете терпеть, вы не сможете спокойно смотреть на эти страдания. И поэтому попрошайка может помочь нам, он может дать нам подаяние. То есть тот, кто сам является попрошайкой, может помочь нам. Есть ослы, да? И ослы, что они делают? Ослы, они просто переносят грузы. Они не понимают, что они несут. Если мы не будем подобны ослам, мы не поймем все эти вещи, мы не поймем суть этих вещей. Для нас очень важно понять суть и цель. Тот, кто сидит и слушает, должен стараться понять, в чем тут суть, в чем тут истина, что стоит за всем этим. То есть не просто эта форма, а что за этим. Очень важно понять это. Надо различать, надо понимать, что это относится к этой самсаре, к этому материальному миру. А это пример из духовного мира. Нам надо узнать о духовном мире, надо что-то понять оттуда. И что там. В духовном мире все попрошайки. В духовном мире единственное достояние, единственная ценность – это служение, это поклонение. Чтобы прогрессировать в садхане, нам нужна милость Хаги, гуру и вайшнава. Без их милости мы не сможем прогрессировать в нашей садхане. На самом деле все мы попрошайки милости. Нам нужна милость. Наш гуру Дэв говорил, какая у вас есть адхикара, какая у вас квалификация? Никакой. Единственная адхикара квалификация – это просто мольба о милости. От нас требуется только молиться о милости. Если в какой-то момент человек скажет, ну все нормально, мне ничего не нужно, не нужна никакая милость. Ну и я прогрессирую или я уже там достиг чего-то. То есть он думает, ну я вайшнава, я вот уже получил инициацию и так далее, или может даже я саняюсь его на простых. Не нужна мне милость. Сможет ли такой человек совершать садхану? Нет. Не сможет он быть садхакой. Если он не садхака, то кто он? Он будет или к арме или к гьяне. То есть будет или умствовать, считать себя умным, или будет просто стремиться к какому-то удобству, к какому-то комфорту в этом мире и благополучию, да, даже в обществе преданных. Для обретения бхакти нам очень нужна, важна крипа, милость. И кто богат по-настоящему? Тот, кто имеет богатство любви, кто имеет бхакти. И у кого? У кого есть это богатство любви? У того, кто больше просит о милости. Кто больше просит о крипе. Вот он имеет это богатство. Гуру Махараджи рассказывает историю. Они раньше в Буванишване ходили по воскресеньям на Харинаму, собирали пожертвования. Он говорит, однажды я подошел к одному дому, и там Матаджи одна, она что-то делала внутри. Я закричал, я сказал, Харе Кришна, можете ли вы дать какое-нибудь пожертвование? И она послала своего маленького ребенка. И этот маленький ребенок нес рис в левой руке. Ну и что там, зерна они падали повсюду. И когда он подошел ко мне, ну может 10-12 зерен осталось в его руке. Я спросил эту Матаджу, почему вы так даете пожертвование? Если вы не хотите ничего давать, просто скажите так, и я уйду. Вы посылаете этого малыша дать рис. Что это такое? Как это можно понять? Немедленно женщина опомнилась, она зашла внутрь, и она вынесла 10 рупий. Кто способен давать пожертвования бикшу? Щедрые люди. Щедрые люди, они дают пожертвования. Если мы хотим просить пожертвования, нам надо идти к человеку, кто может нам дать что-то. С самого начала мы говорили, что нам нужна эта бикша милости, эта крипа. И нам надо обратиться к тому, кто может дать нам эту милость. Нельзя обращаться к тому, кто вообще не прольет милости. И Кришна, Он богатый. Он имеет всю милость. Он крипасинху, крипакари. Нет никого второго такого, как Кришна. Обычно мы считаем правителя страны богатым. То есть тот, кто управляет всей страной, он богатый человек. Полубоги, да? Полубоги тоже, они богатые. Допустим, если царь или правитель, он будет доволен нами, он может нам что-то дать. Если полубоги будут довольны нами, они тоже могут нам дать что-то. Но никто не способен давать так, как дает это Богаван Кришна. Если нам царь дашь что-то или полубоги дадут что-то, как долго это останется с нами? Все, что дает нам царь или дают полубоги, все это богатство Майи. Все эти богатства находятся в Майи. Если Кришна прольет милость, тут нет речи о Майи. Тут нет никакой иллюзии. Если Кришна прольет милость, он заберет все это так называемое материальное богатство. Всю эту иллюзию. В Кришна крипе нет никакой иллюзии. Вообще нет никакой Майи. Но возникает вопрос, а почему мы попадаем в это рабство? Почему мы сейчас стали рабами? Все это из-за иллюзии, из-за Майи. Если Кришна прольет милость, тогда не будет Майи и не будет рабства. Мой отец, моя мать, мой брат, мои дети, моя страна. Все это разные оковы Майи. Это рабство Майи. Кришна проливает милость. Он не просит о милости. Потому что Кришну, Он самодостаточный. Он не хочет зависеть ни от кого. Он своем пурном. Он полный во всех отношениях. А мы все опурно. Мы не полные. Если у нас появится что-то полное, то это возможно только по милости Кришны. Кому вообще нужна эта Кришна криппа? Она нужна садхаки. А после достижения ситхи, что будет? Так же. Так же ему будет нужна эта Кришна криппа. Человек думает, я достиг всего в этой жизни. Мне уже ничего не нужно. Мне не нужна Кришна криппа. Я уже стал предным. Я уже практикую. Я уже инициировал и так далее. Нет. Это не так. Даже достигнув всех совершенств, все равно нужна нам эта Кришна криппа. Нам постоянно нужна эта милость. Поэтому предные, они всегда молят о милости Кришну. Они подобны дождевым птицам, читакам. Дождевые птицы, они ждут только дождевой воды. Они не хотят больше ничего. Они постоянно ищут этой милости. Так и бхакты. Они всегда молят о милости Кришну. Даже мгновение они не прекращают молить о милости Его. Но возникает вопрос. Способны мы вот сейчас подойти к Кришне и попросить Его милости, получить от Него милость какую-то? Можем ли мы сейчас непосредственно попросить царя о милости? Нет. Нам надо зависеть от того, кто постоянно молит о милости Кришну. То есть от той личности, которая сама постоянно молит Кришну о милости. Богован, Он может творить, поддерживать и уничтожать. У Него очень много шакти. Мы не обращаемся к Нему напрямую, чтобы получить совсем чуть-чуть, немного. Мы обращаемся к тем, кто всегда молит о милости Кришны. Они смогут нам дать что-то. Кришна на самом деле очень далеко от нас сейчас. Все мы обусловленные души. Почему Кришна придет к нам? Почему Он будет давать нам что-то? Мы сейчас стали майадасами. Кришна никогда сейчас не придет к нам. Потому что Он не приходит к Майе. Он не бросает взгляд на нас. Он не бросает взгляд на тех, кто находится в рабстве Майя. Что же нам надо? Нам нужен посредник. То есть тот человек, который видит и нас, и в то же время Он видит Кришну. И это Гурдев. Гурдев, Он очень близок, очень дорог к Бхагавану. И на кого смотрит? На кого обращает внимание Гурдев? Гурдев, Он смотрит на Кришну, на Бхагавана. Он видит Бхагавана. Но в то же время Он немножко смотрит и на нас. И Гурдев всегда молит Бхагавану о милости. И если мы обратимся к Гурдеву, Гурдев нам даст какую-то милость. Он сам всегда зависит от милости Бхагавана. Но все равно Он дает милость нам. Он не выгоняет нас. На любого, кто обращается к Нему, Гурдев проливает милость. Бхагавана зовут Крипа Мой. Если бы у Него не было милости, не было этой Крипа, как бы существовали эти миллионы вселенных? Как бы вообще что-либо существовало? Как бы освободились обусловленные души, если бы не было у Него милости? Гуру Вайшнава не более милостивы, чем сам Бхагаван. И они могут понять. Эта Джива так страдает. И я должен сейчас помочь ей. Я должен пролить милость на Него. Они знают этот процесс, как освободить Дживу от всех несчастья. Вайшнав Тракур так много просит за нас. Он просит Кришну, пожалуйста, пролей милость на Него. И поэтому Гуру Вайшнав очень ценен для нас. Он очень важен для нас. Бхагаван ни на кого не проливает милость напрямую. В Бхагаване есть имя Сануграха. И Бхагаван через Садху проливает милость. У Бхагавана Кришны много. У Него достаточно милости. У Садху нет столько. Но если Садху, Гуру, пролит на кого-то милость, то такой человек освободится от Самсары. И также возникает вопрос у многих. Как понять, что Гурдев пролил милость на нас? Не будет привязанности к Самсаре. Если это происходит, то значит, какую-то милость мы получили от Гурдева. В этом материальном мире три Гуны есть Садхва, Гаджас и Тамма. Тут есть отождествления, разные отождествления у Падхи. На нас влияют Гуны. И много у нас этих материальных отождествлений. На Гуру не влияет Гуна материальной природы. У него вообще нет никаких материальных отождествлений. Если у нас есть материальное отождествление, то у нас также будет много гордости. Если человек имеет много гордости, много ложного эго, как он сможет зависеть от милости Кришны? Как он будет полагаться на Кришну? Может, такой человек с амбициями говорит, вот я там за одну ночь сравняю эту Гуру с землей. Разве может так говорить человек, который зависит от Кришны? Это называется хан-кара-вимудха-тма-картахам ити-мани-эты. Кто развил большое ложное эго, он сбит с толку. Он думает, я это делаю, я построил этот храм. Он не полагается на Кришну. И как нам освободиться от влияния этих трех гун материальной природы? Как освободиться от всех упадок, отождествлений? Это возможно только благодаря Гуру Крипю. Если человек освободится от всех материальных отождествлений, он разовьет любовь к Кришне. И мы молим о милости. Почему мы молим? Чтобы получить какое-то наслаждение? Из-за этого мы просим милости. Как мы говорим? Мы говорим, Гуру Деев, пролей милость. Дай мне возможность хорошо устроиться, да, или собрать побольше пожертвований, или еще что-то. Что? Ради этой бхоги, ради этих наслаждений мы просим. Если так происходит, то бхакти приходит конец. То есть, что происходит? Гуру, ну что он может сделать? Он как будто проливает милость. Кришна как будто проливает милость. А бхакти нет, да. Столько случаев есть. В чем дело? Мы, на самом деле, стали попрошайками милости ради собственного наслаждения. То есть, мы просим, но не о том. Ради хорошей еды, хорошей жизни мы просим милости. Наша мольба о милости должна быть не о гуна. Она должна быть свободна от гун природы. Нигу падика, свободна от материальных отождествлений. И тогда у нас не будет жажды к чему-то материальному. Нам надо молить о такой милости, которая позволит развить нам бхакти. Надо просить о милости того, кто сам имеет бхакти. И если мы сможем просить бхакту о милости, то мы получим благо. Это из лекции Шиши Пад Чайтани Чандры Прабху. 2020 год, 28 сентября 2020 года. Редактор субтитров Н.Э. Корректор А.Кулакова